Сейчас мы находимся на окраине Попасной, поселок Степное, вместе с бойцами Росгвардии. Командир подразделения, офицер с позорным Амур, сейчас он нам расскажет, что они делают здесь, какие задачи выполняют, ну и покажет. Ну а противник, он где сейчас находится? Противник недалеко, передний кран, край у нас примерно в 10 километров отсюда. Ну а в какое направление? В направление северо-запада. Ну они оставляют нам здесь подарки, дороги, прилегающая местность, заминировано все, просеки леса тоже заминированные, саперы работают. Мы тоже немного все находим, что у нас есть, разминируем. В этом районе получается у нас минометная опасность. Летит сюда с периодичностью утром, проводим анализ утром, в обед, до вечера. Летят кассетные боеприпасы, частенько обстреливают северную окраину города Попасная. Ну и на позициях артиллерии, которые сюда часто прилетают. И исходя из этого, лучше дистанцию держать до 10 метров между военнослужащими. Понятно. Двигаться от укрытия к укрытию в теневой стороне, чтобы всегда было куда упасть, либо прикрыться. Вот еще позиция одна. Две рожки? Да. Двигательный пост. Ну, вблизи с дорогой это целесообразно было держать оборону. Патроны розыбьют. 5.45, 7.62. Ну, они вот когда вот здесь были по рекидкам? Месяца, полтора, два назад. Ну, а здесь вот появляются еще они, ДРГ? Ну, по информации действуют две группы ДРГ в этом районе. По крайней мере, на нас еще не выходили. На соседнее село, где Дружба у нас находится, это северо-западная окраина Попасного, там были случаи. До сюда еще не дошли. Ну, мы готовы их встретить. Да уж. Так что, пусть приходят. Блин, да. Пройдем. Покажу. Ну, тут вот так вот населенный пункт, ну, примерно весь такой. Ничего живого здесь нет. Понятно. Вертолеты наши. Надеюсь, что наши. Вот такие вот они. А вот еще кружки, да, то есть-то? Ну, что-то еще будет. Блин, ножи. Блин, ножи. Это наши. Ну, то есть, они минометами прямо от... Отсюда, да, то есть? Предположительно. Предположительно. Я понимаю. А могут они хоть откуда? У них очень хорошо. Война идет у них уже с 14-го года. Очень хорошо у них раз в этом месте. Артиллерийская погода. Конец. Рома будет. Рома будет. Рома будет. но конечно это не то на котором говорят дальше есть блиндажи по метру эти вертолеты какую задачу скорее всего это вертолеты выполняют в пшг вертолеты поисково-штурмовые группы они летают на обнаружение может быть скопление какой-нибудь либо техники может кочующих тех же самых минометов вот видите они кружат смотрят осматривают местность в пшг ну там вот отработали как будет след то есть тоже так наступление идет войска идут вперед продвижение есть но не такое быстро как бы всем это хотелось патроны боеприпасы выстрелы иностранного производства чехии саркаты гранатометы стоят на вооружении но у вас там на базе есть покажете вам покажем сейчас правда кого этим удивить всем становится понятно кто здесь обороняет города что там ну а могут быть так ловушки в этих все конечно мы снимали такие осторожны осторожненько приподнял если там стоит даже растяжка как мы в домах находили под коробку спрятанную коробку спрятанную там самое главное что хочется сказать враг будет побит победа будет за нами вот точно да иначе и быть не может самое главное наступление есть идет войска тянутся развертываются все у нас есть все хватает от солдат до боевой техники вот так вот оборудованы все перекрестки были хорошая наблюдачные пункты рядом еще ставили птуры с двух сторон чтобы подрывать технику пойдемте так сапер сейчас досмотрит пройдем посмотрим как было оборудование здесь прострелянное 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 вот это все Сухпои иностранного производства очень часто встречаются здесь. Ну присутствие видно. Вот в принципе такой вот наблюдатель за хорстами был, все дела, наверное здесь и отдыхали, круглосуточно дежурили. Ну вот так вот все брошено. Тут на контакт, видимо, они мало что-то. Вот так вот. Вот так вот. Так вот. Вот так вот.